Слушайте доктора. Мы в этом году говорили именно о внешних преобразованиях, поэтому давайте с них и начнем. Было анонсировано, что к концу года завершатся некоторые этапы изменения внешнего облика в больнице. Что сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста. Когда мы планировали нашу работу на 2017 год, действительно, мы наметили для себя несколько этапов. Первый этап был ремонт в нашем родильном доме, объединение двух родильных отделений и создание нашего городского перинатального центра. Что успешно было совершено. Да, нам удалось это сделать. Провели ремонтные работы, структурные преобразования. Причем всех поражал именно срок исполнения задач. Очень быстро ведь его возвели? Ну, тут нет, надо понимать, что в принципе очень много было до этого сделано, когда роддом ремонтировался и ранее. Вот мы сделали косметические ремонты в тех, скажем так, отделениях, где его не было сделано. Или он немножко за это время пришел в упадок, отремонтировали третий этаж, сделали там хорошую операционную, две палаты интенсивной терапии, ординаторскую и еще ряд подсобных помещений, скажем так. Нам удалось это сделать. Было приятно. В конце концов, самое сложное было действительно два коллектива слить в один. И у нас еще появилось два дополнительных, три всего плюсом, всего четыре отделения. То есть это родильное отделение, патология беременности, неонатологическое отделение и отделение анестезиологии и реанимации, которые именно работают на этот перинатальный центр. Действительно было сложно подобрать кадры, точнее не подобрать, а распределить их имеющиеся кадры докторов, медсестер. Но в конечном итоге, благодаря слаженной работе заведующих в первую очередь, заместителей главного врача, эту работу удалось закончить. И наш родильный дом начал работать. В общем-то, он сейчас работает в своем уже в таком привычном штатном режиме. Но это приятно, это хорошо, это нормально. Вторым этапом у нас было запланировано переезд коечных отделений из одного корпуса в другой, фактически поменять местами. Перед этим, конечно, каждое отделение, которое планировалось к переезду, оно нуждалось в ремонте, поскольку часть помещений каких-то было сделано ранее. Перевязочные, процедурные, а палаты, коридоры, они оставались, конечно, в таком, ну, неудовлетворительном, скажем так, состоянии. Вот, все это прикинув, создав план действий, ну, планомерно начали этой работой заниматься, и, собственно говоря, весь этот 17-й год мы этим и занимались, создавая вот именно более-менее комфортные условия для пациентов и для сотрудников, потому что работать в не очень комфортных условиях всегда плохо, результат другой. В больнице стены лечат, как говорят, да, то есть хотелось именно привести все эти отделения в божеский вид, как говорится. Ну, это к вопросу о том, почему именно с ремонтов начинаются все преобразования, да, как раз, о чем вы говорите? Ну, да, сам переезд отделений из одного корпуса в другой, это непросто, а поменять их местами, имеется в виду, что наша вот кардиология, терапия, неврология, переехали в корпус номер один, нам так проще говорить сейчас, терапевтический корпус, отделение, реанимация, интенсивная терапия, то есть кардио-реанимация, тоже туда переехали, функциональная диагностика, эндоскопия туда переехала, то есть это такие вот, понимаете, вещи, которые не решаются в течение пяти минут. Это сложно для сотрудников, в первую очередь, поскольку годами, работая на прежнем месте, учесть пожелания и чаяния каждого человека, это очень сложно, практически невозможно, поэтому, в общем-то, подходили более-менее объективно. А все эти приезды, они для чего? Сейчас объясню. Затем у нас переехали обе хирургии, хирургическая реанимация, бывший терапевтический корпус, вот, и на данном этапе, на данном этапе заканчиваются ремонты в отделении хирургии, и вот буквально сегодня, завтра, послезавтра, наконец-то, наша первая и вторая, третья хирургии уже сядут, скажем так, осядут на своих местах постоянной работы. Новый год они встретят уже в новом, отремонтированном. Да, отделение гинекологии тоже у нас, в общем-то, новоселье отметили, то есть фактически все коечные отделения в этом году у нас отметили свое новоселье, если так можно сказать. Для чего это надо? Ну, во-первых, чтобы рациональнее использовать имеющиеся площади, рациональнее использовать то, что было сделано нашими предшественниками ранее. То есть был построен прекрасный апперблок в пятиэтажном корпусе, хорошее отделение реанимации, но по разным причинам несколько лет это не использовалось. То есть было сделано, но не использовалось. И, конечно, не использовать эти помещения, когда все остальные отделения, та же у нас кардиология, терапия, были в очень сжатом состоянии, койки стояли практически вплотную друг к другу, было нерационально. Поэтому и нужно было это сделать с тем, чтобы и пациенты чувствовали себя комфортно, и врачи, создать им условия для работы, рабочие места, ну, чтобы они лучше работали, им комфортнее работаться, лучше думаться, лучше происходят показания процедур, капельницы, перевязки и прочее. Вот с этой целью мы все это и делаем. Да и на работу приходят с хорошим настроением, да? Ну, конечно, да. Что во многом сказывается на оказании услуг пациентам. Ну, конечно, это тоже. А что осталось сделать на следующий год? Что вы планируете именно в плане ремонтов, переездов? В плане ремонтов? Ну, нам нужно доделать экстренное хирургическое отделение, которое мы вот начали в этом году. Мы не спешим это делать с тем, для того, чтобы сделать более качественное отделение, экстренное хирургическое отделение, а затем терапевтическую реанимацию. Мы ее планируем сделать на 12 коек. Много в этом году удалось сделать. То есть сделали два неплохих зала. Проводку поменяли, сантехнику, электрику, плиткой все выложили. Но на данном этапе решили пока сосредоточиться на экстренном хирургическом отделении, потому что это актуальнее на сегодняшний день. Как только мы там закончим это, мы уже приступим к завершению работ по терапевтической реанимации. Также в планах у нас мы немножечко постарались подремонтировать взрослую поликлинику. Поменяли двери, сделали безбарьерную регистратуру, гардероб, сделали зал для ожидания пациентов. Чтобы они не толпились в коридорах, не находились там, было где присесть. Но все равно это нуждается в доработке, в дальнейшей приведении, более-менее в такой вот... Ведь есть на чем работать одним словом. И в планах у нас, конечно же, сделать в женской консультации свою операционную, сделать там дневной стационар. С тем, чтобы женская консультация, они и так, в общем-то, здорово достаточно работают. Ну, спектр их оказания помощи значительно увеличился. Ну, вот такие вот планы на будущий год в плане ремонтов. Надо отметить очень такую важную деталь, что мы, делая ремонт, на ремонтах не зацикливаемся. То есть, в общем-то, у нас НИСМУ, а все-таки лечебные учреждения, и в приоритете всегда это лечение пациентов. Вот, поэтому, делая акцент на ремонтах, мы в два раза больше, если не все основное время, именно уделяем времени, качеству оказания помощи. Все те объемы плановые, которые до нас доводило, министерство, в общем-то, мы выполнили. То есть, никому мы в помощи не отказывали, несмотря на такие вот сложные условия работы, в первую очередь, сотрудников, это врачей, сестер. Это серьезные трудности, на самом деле, работать в условиях вот таких вот перемен, изменений, переездов бесконечных. Да, это очень тяжело. Ну и, конечно, пациентам тоже не сладко. Почему? Потому что они же видят, и все равно где-то шум стоит, где-то летит. Хотя мы старались максимально спланировать работы таким образом, чтобы лечебно-охранительный режим все-таки у нас соблюдался. Но иногда это не удавалось. Поэтому я хочу сказать, что наши сотрудники Северной больницы совершили, я считаю, подвиг. Да, подвиг, работая в таких сложных условиях, они, в общем-то, все это выдержали. И очень отрадно об этом говорить, что в следующем году, я надеюсь, так получится по факту, поскольку мы уже все это практически сделали, именно комфортно будет и работать, оказывать помощь, и пациентам находиться в стационаре в более-менее комфортных условиях. Вот это. Очень хорошо, что вы говорите именно в следующем году, что это не какая-то отдаленная перспектива, а это будет вот уже совсем скоро. И, конечно, это слушать очень радостно. Начали вы говорить о персонале, о вовлеченности, о заинтересованности персонала. Я слышала о совместных мероприятиях, которые у вас проходят на территории медучреждения, в субботнике. И сама территория, собственно, она претерпела некоторые изменения в лучшую сторону. В частности, появились газоны, появились цветы, появились памятники архитектуры, появились. Да, расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Субботники проводятся всегда. Проводились, по крайней мере, в северной больнице. И сейчас проводятся. В этом году мы провели субботники по приведению территории в порядок. Это весной. И несколько субботников у нас было летом, когда мы перед открытием скульптуры «Мать и дитя». То есть там немножко всё заросло, мы это порубили, убрали. Вот. Сотрудники несколько раз выходили достаточно активно, приводили в порядок. Вот. Помогали наши друзья с «Авитека», с «Укса». «Авитек». Привозили нам песок, землю. Друзья-соседи. Ну да, то есть проделана, на самом деле, немаленькая работа. Пытались отремонтировать фасады без каких-то таких мега-вложений, пройтись по минимуму, но с тем, чтобы больница всё-таки выглядела как больница. Чтобы она была узнаваема, её вот этот исторический вид, который знают практически все доктора, не только Кирова, но и области. Поскольку, ну я не буду врать, наверное, если скажу, что подавляющее большинство врачей в своё время, хирургов, гинекологов, проходили интернатуру, эргинатуру. В Северной больнице. В Северной больнице, да. То есть эта больница достаточно культовая, узнаваемая. И хотелось вот именно, чтобы она и внешне выглядела соответствующим образом. И когда пациенты или родственники пациентов подходят к больнице, они должны видеть, что это да, это серьёзное лечебное учреждение, заходя на территорию. Уважающие себя. Конечно. Заходя на территорию, они должны видеть и понимать, что они заходят на территорию серьёзного лечебного учреждения, коим мы и являемся. Вот с этой целью, собственно говоря, мы всё это делали. Ну и глаз радовало, чтобы, конечно. Давайте непосредственно, наверное, к медицине перейдём. Я знаю, что есть сотрудники, есть врачи, есть руководители отделения, которыми вы особенно гордитесь в этом году, которые принесли свой неоценимый вклад, работая, во-первых, в тех условиях, которые вы сейчас озвучили, в очень тяжёлых, ну и сделали очень много хорошего при этом. Расскажите о них, пожалуйста. Я мог бы назвать каждого заведующего нашим отделением, каждого заместителя главного врача. Если кого-то упущу, будет несправедливо, поскольку приложили все огромные усилия и принесли свой большой вклад в те изменения, которые происходили в этом году. Заслуживают огромного, скажем так, уважения каждый заведующий. Но по фамилиям я бы хотел выделить Варсегов Игорь Вячеславович, Протас Васильевна, заведующий терапевтическим отделением. А Игорь Вячеславович? Заведующий кардиологическим отделением. Мищенко Сергей Валерьевич заведует гинекологией. Ему, в общем-то, в этом году, ой, не в этом году, в начале следующего года он отмечает свой юбилей. Хочется пожелать крепкого здоровья. 60 лет. Да. Он достаточно большую роль сыграл, потому что отделение самое большое, на 100 коек. В общем-то, наши акушер-гинекологи проделали немаленькую работу. В этом году проучились, освоили новые технологии, новые виды операций. Все это внедрили в практику. Это здорово. Это статус заведения уже иной, да, получилось, учреждение? Да. Заведующий хирургическими отделениями. Это Гулидов Роман Викторович и Злобин Александр Иванович, Новиков Олег Анатольевич. Олег Николаевич, прошу прощения. Отмахов Олег Анатольевич, заведующий хирургической реанимацией. Потрясающая энергия человек и профессионализма. А вот Шаренкова, Татьяна Изосимова, заведующая женской консультацией. Они, в общем-то, тоже испытали на себя весь груз всех этих переездов. Это было, на самом деле, очень непросто. Тем более, что женская консультация у нас находится немножко в другом здании, на Северной набережной. И организовать работу там было достаточно непросто. Отделение неврологии тоже отметило у нас новоселье. Сергей Викторович руководит отделением терапевтической реанимации Дмитриев Викторовича. То есть, ну, всех, можно всех называть. Огромную работу проделали замы. Это Чащин Александр Викторович, Ирина Анатольевна Макарова, Головин Роман Викторович. То есть, вот, всех, можно всех называть. Это, на самом деле, каждодневный, огромный труд. Причем эти люди, я так понимаю, что своей энергетикой, своим стремлением к работе ведут за собой коллектив весь. Рабочий день у нас, кроме руководителя, нормированный. Но, глядя на наших организаторов, на докторов, которые в их отделениях работают, ну, иногда и думая, что, да, рабочий день у нас, похоже, ненормированный у всех. То есть, работают на результат, да, что называется? Я думаю, да. Это очень приятно слышать. А что касается молодежи, насколько велики поступления молодого персонала в учреждения в этом году? Какие ребята приходят? Ну, кадры решают все, как говорится. На самом деле, у нас есть проблема в кадрах, как во врачебных, так и в сестринских. Вот, у нас главная медсестра Юлия Сергеевна большую работу в этом направлении тоже проводит. Она много раз ездила и в этот медколледж. Мы разговаривали и с студентками. В общем-то, отобрали на будущий год на перспективы все несколько человек. Ну, достаточно много. Мы очень надеемся, что они придут к нам работать. Вот, мы знаем, где они будут работать, в принципе, на сегодняшний день. То есть, они уже сейчас заканчивают обучение, уже твердое знание, куда они придут. Кто-то заканчивает, кто-то еще продолжает обучение. Потому что с сестрами испытывают проблемы все лечебные учреждения. А чем вы их заманиваете? Мы работой. Ну, работа, наверное, у всех есть. Ну, у всех есть. Сложно вот вопрос такой. Мы просто приглашаем их себе работать, рассказываем про нашу работу, какая у них была в перспективе заработная оплата. Ну, и кто-то соглашаться сложно говорить однозначно, поскольку больница скорой медицинской помощи, больница работает в экстренном режиме. 24 часа в сутки, 365 дней в году. И вот этот режим работы, он непростой. Он непростой. И накладывает на себя определенную нагрузку, как на врачей. Понятно, и на сестер, поскольку сестры ближе к пациентам находятся. Они постоянно с ними, круглые сутки. И не каждый человек в этой связи может вынести такую вот, скажем, нагрузку психологическую и физическую. Скажем, у нас есть проблемы, в том числе на сегодняшний день, с операционными сестрами, как они с анестезистками. Но те сотрудники, которые сейчас есть, работают, они, конечно, работают с огромной нагрузкой. С очень большой нагрузкой. И хочется укомплектовать штаты с тем, чтобы как-то более-менее равномерно это было, чтобы у них оставалось время не только на работу, но помимо работы еще и на личное, на семью, на какие-то увлечения, хобби и прочее. Понятно, без ущерба для заработной платы. То есть укомплектовав штаты, мы не планируем снижать заработную плату, имеющуюся сегодня у сестер. Вот такая вот у нас политика на сегодняшний день принята. По врачам я хочу сказать, что активно мы работаем с Медакадемией, с выпускниками, ой, прошу прощения, с Медуниверситетом. Встречаемся, приглашаем к себе, даем целевое направление. Но на сегодняшний день, в общем-то, перестали с школьниками, со школьниками. Глядя на перспективу, разговариваем, видно, у целеустремленных ребят заключаем с ними... Целевые, да? Целевые направления. Да, да, даем. То есть, видно, в принципе, побеседовав с человеком, видно сразу, есть у него желание, есть понятно, предугадать на 100% невозможно, но... Конечно, все еще может измениться. Все измениться. Но, тем не менее, стараемся это делать. У нас большие проблемы с участковыми терапевтами. Вот мы даем и объявления о приеме на работу, пытаемся зарплатой заинтересовать. Есть у нас квартира, служебное жилье, мы ее для участковых терапевтов сейчас держим, у нас освободилось, но мы ее держим. Вот хотя бы этим. Да. Это существенно. Это существенно, это важно. Вот. Врачей молодых, если так можно выразиться, которые закончили институт, ординатуру, в этом году пришло достаточно много, но я еще раз повторюсь, не все выдерживают ритм вот такой работы, кто-то уходит, но кто остается, те остаются. Как бы вы характеризовали всех ребят, которые остаются? Какой сейчас выпускник? Кто к вам приходит? Какие-то люди? Ну, здесь... Здесь нужно всем работать в одном русле. Престиж и профессии врача на сегодняшний день, он существенно подорван. Как бы скажут, постоянно об этом. Не только я говорю, многие об этом доктора говорят, и, конечно, кто-то отсеивается, предпочитает идти в косметологию, еще в какие-то такие направления, а вот именно те специальности, которые на сегодняшний день более всего востребованы, то есть это вот хирургия, акушерство, гинекология, анестезиология, реанимация, кардиология, неврология, терапия. И вот здесь, конечно, нужно работать, повышать престиж профессий. Хотя доктора приходят, работают, и я хочу сказать, что совсем неплохо работают. Неплохо. Вот я слышала, что помимо тех людей, руководителей, врачей, которых вы назвали, есть еще те, которые у вас участвуют так или иначе в каких-то конкурсах, например, вот Мисс Здравоохранения недавно была, да? Девушка у вас там победила. Расскажите, пожалуйста. Врач УЗИ диагностики Ксения Андреевна Калкаева, молодец. Умница, красавица, да? Да. Человек, если талантлив, он талантлив во всем. Совершенно верно. И внешне, и внутренний мир, ну и как профессионал. Да. Вот. То есть вот чем не престиж? Мисс Здравоохранения 2017 работает в Северной больнице. Ну это здорово. Ксения Андреевна представила очень красочно нашу больницу на том конкурсе. Мы к ней бесконечно за это благодарны. Мы стараемся. Да, а расскажите, в чем заключается конкурс? Ну, в конкурсе. То есть проявить себя? Проявить в повышении профессии, в престиже профессии, я считаю. То есть интеллектуалы, как внешние данные, так внутренние, в сочетании, продекларировать медицину, как, на мой взгляд, не просто такую сухую специальность, где только вот ходят, ходят таблетки, пилюли, что-то такое. Что все это на самом деле многогранно. На самом деле многогранно, да. И люди в ней, в медицине, это, на мой взгляд, немножко по интеллекту выше, не по беду, по другим скажу. Ну, я думаю, что так исторически сложилось, что врачи у нас априори должны представлять. Хочется так верить в это. Интеллигенции, да, представлять. Расскажите, пожалуйста, Андрей Витальевич, про повышение квалификации врачей, да, конгрессов, в которых участвовали. Насколько они действительно актуальны, и что из них, вот в 2017 году, вы взяли для своей работы? Повышать квалификацию, конечно, нужно необходимо. Врач учится в течение всей своей трудовой деятельности. Помимо самообразования, это литература, сейчас хорошие источники в интернете есть. Вот. У нас замечательный медуниверситет, замечательный медуниверситет. На его базе проходят различные циклы усовершенствования. Есть чему поучиться в других больницах, областная больница, онкодиспансер. Есть что у нас посмотреть, скажем так. К примеру, взять наш перинатальный центр, я не упомянул родину Ириду Георгиевну, которая руководит очень давно. Шокирова Наталья Икрамовна, это специалисты, у которых есть чему поучиться, есть что перенять. К нам приходят, тоже у нас учатся. Ну и, собственно говоря, конечно, это обучение на центральных базах. То есть, всё передовое, перенимать то, что есть у нас, в том числе и в областном перинатальном центре. Наши доктора туда ходят, учатся в симуляционном центре, прошли обучение. Вот. Съездили в Казань, гинекологи, были в Москве, в Питере. Это то направление, которому мы уделяем большое внимание. Я, по крайней мере, стараюсь не ограничивать докторов в их желании обучаться и повышать свой уровень квалификации. Вот на сегодняшний день, вот мы сегодня с Игорем Фёдоровичем Набатовым созванивались, мы договорились о том, что на рабочем месте все наши хирурги в следующем году придут такую, скажем так, не обучение, не то уж, но посмотрят, получится работать, точнее, опытом поделятся хирурги нашего онкодиспансера с нашим хирургами в плане лечения оперативного именно пациентов с онкопатологией, поскольку таких пациентов в нашей хирургии много попадает по экстренным показаниям. Наши хирурги их оперируют, оперируют неплохо, но посмотреть, как это делают другие, не выезжая, да, куда-то за пределы, То есть они же приедут к вам на территорию, да, и у вас... Да, то есть наши доктора просто сходят и посмотрят то, что им интересно, то, что делается в онкодиспансере. Это замечательно. Вот. Ну и мы планируем в следующем году, конечно, тоже наших докторов командировать на центральной базе. Какие... Никогда раз хотелось спросить. Ну, это, в общем-то, Москва, Питер, Казань вот основные направления. То есть у больницы есть возможность, как я понимаю... На этом не экономят, я скажу так. На этом экономить нельзя. Почему? Потому что новые технологии, новые методы лечения, они должны внедряться постоянно, без вариантов. Совершенно согласны. Мы планируем получить лицензию в следующем году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по правилю хирургии и гинекологии. И если все у нас сложится так, как мы планируем, начать оказывать высокотехнологичную помощь по хирургии, по гинекологии. И вот, Кулеш, начали мы про цели 2018 года. Слышала я, что вы очень большую работу хотите проделать в отношении поликлиники. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. На сегодняшний день так получилось, к сожалению, что наша поликлиника, она находится не в самом своем лучшем состоянии. Как... Я не говорю сейчас про ремонт, но и в том числе по уровню оснащенности и укомплектованности кадрами. Причин тут много, я на них останавливаться не хочу, не буду. Вот. Мы сегодня об этом много говорили среди коллег. Это слабое звено. Есть над чем работать и на следующий год мы вплотную будем браться именно за нашу поликлинику. Будем развивать количество профилей, по которым помощь оказывается, узких профилей, развивать то, что мы имеем на сегодняшний день. И в первую очередь нам нужно укомплектовать, конечно же, это участковость. Ну, так получилось, что ряд докторов у нас на ничего ушло. Те доктора молодые, которые пришли в этом году, они еще ну, не совсем готовы, что ли, к этой тяжелой, каждодневной работе. поэтому будем привлекать докторов, приглашать к себе на работу, обучать тех докторов, которых мы сегодня имеем, ну и, понятно, создавать для них условия и стимулы для развития поликлиники. Я думаю, что следующий год мы будем ознаменовать его как год развития поликлиники и женской консультации нашей. Замечательно. Ну, на этом мы вас и подловим, Андрей Витальевич, в следующем году. Будем ждать с отчетами, подробностями деятельности. Вот очень нравится мне с вами беседовать, потому что всегда адекватно понимаете, какие есть задачи сейчас и ставите задачи себе по их исполнению. Спасибо большое, что пришли. Андрей Витальевич Андронов, главный врач Северной городской больницы скорой медицинской помощи, был сегодня в программе «Слушайте доктора». Я Вера Власова. с наступающим Новым годом всех. Спасибо и вас также. Да. Всем крепкого здоровья. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.